Беларусь 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 И не только. Мы же знаем фестиваль в Зелёной Гуре, фестиваль в Сопоте, в Болгарии. Это были фестивали песни и только. Первоначальная вообще идея была назвать его Олимпиадой искусств. Потому что фестиваль всеядный. Здесь всё вместе. Здесь и театр, здесь естественная эстрада, здесь выставочная деятельность. Это художники знаменитые. У нас побывал Шамякин, Церетели. Из жаза у нас побывали Олег Лунстрем, Георгий Горанян. Из классического пения это Дмитрий Хоростовский, Денис Мацуев. Из театра балет Бориса Эйхмана, Кама Гинкес, театр Некрошуса. Поэтому вот в этом он уникальный. Это повторить невозможно. Кстати, его пытались повторить, этот фестиваль, в Киеве, в Саратове. Но ничего не получилось, потому что для этого должна быть аура Витебска. Это город, в котором всё, что происходит с художеством, с искусством, всё получается. Международный конкурс исполнителей, эстрадная песня, он является главной составляющей конкурса. И что характерно, соревнуются в нём уже состоявшиеся исполнители. А что для них дает участие в Витебском форуме? Состоявшиеся это те, кто прошёл отборы в каждом своём государстве. Я могу сказать, что в итоге заявка на этот конкурс очень серьёзная. А что им даёт? Давайте вспомним некоторых победителей Евровидения, которые вышли из Славянского базара. Я уже не говорю о том, что просто победители Гран-при Славянского базара – это известнейшие... Личности. Таисия Павали, Руслана, Аня Лорак. Да, все участвовали в Славянском базаре. Могу белорусов назвать, Петя Лефимов. И у нас удивительный в этом смысле конкурс. Он очень честный. Я хочу это подчеркнуть. И здесь большая работа серьёзной жюри и его председателя. Нынешний фестиваль – юбилейный. И гостеприимный Витебск подготовил более ста мероприятий. Впервые в этом году на Славянском базаре будет поднят флаг фестиваля. А основными темами будет, конечно же, год культуры, победа Великой Отечественной войне и 25-летие фестиваля. Как все эти темы будут отражены в фестивальных мероприятиях? Само проведение такого фестиваля – это и событие культурное. Связанная тема с победой, с войной. В этом году у нас знаменитый академический хор Александрова. И у него будет полный концерт. Но плюс ещё в этом концерте будут участвовать гости. А всё, что касается 25-летия конкурса, у нас уникальный в этом году есть концерт. 25 мгновений лета нам удалось собрать лауреатов Гран-при и лауреатов первой премии. Так что очень интересно посмотреть, что выросло из того, что случилось однажды, и насколько это интересно сегодня. Какие ещё сюрпризы ожидают зрители? Знаю, что фестиваль даже делает в этом году попытку попасть в Книгу рекордов Гиннеса. У нас с прошлого года появился очень интересный проект. Фест на семи ветрах. Это уличное искусство. То есть мечта была всегда, чтобы фестиваль вышел за пределы амфитеатра. И в прошлом году мы попробовали. Это действительно здорово, это уникально. Всё, что в центре, любая свободная площадка, она занята танцорами, перформанс, уличными театрами. А всё, что касается рекордов Гиннеса, мы попробуем в этом году стихомарафон. Стихи о любимом городе, о Витебске, которые будут длиться непрерывно более 10 часов. То есть любой человек может подойти и прочитать что-либо, что ему известно, или то, что он сам даже написал. Может быть, не с первого раза, но в перспективе, в развитии эта тема будет интересна. И случится то, о чём вы сказали. Леонид Аркадьевич, я желаю вам всё-таки попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Спасибо вам большое за интересную беседу. Спасибо. А я нагадаю, напереды дня открытия 25-го юбилейного международного фестиваля Мастацтва у Славянске базар у Витебску 2016. Мы готарили с выканавшим директором фестиваля, намесником генерального директора по концертной деятельности Центра культуры Витебск Леонидом Багарадом. Далее в программе открыем портретную галерею выбитных имянинников и звернемся до экранного мастацтва. Бо сегодня исполняются 78 годов дня народжения одного из буйнейших майстров белорусского кино. Кинооператора, режиссера, заслуженного деяча мастацтва у нашей краины Юрия Марухина. Его операторский почерк, выразную композицию, простору кадра, наполненного светлом и по ветрам, немогчыма было сблытать ни с якими иншими. Для коллег по цеху Юрий Марухин был сыруезным профессионалом. Для глядачу, автором выдатных документальных фильмов, сяроды яких «Незабылные солдатки», режиссером-пастановщиком игровых стужек «Мать Юрагану» и «Радуница», именно Юрий Марухин з'являлся оператором-пастановщиком тых фильмов, які увайшли у «Золотый фонд белорусского кино». Это «Усходний калидор», «Чорное солнце», «Зорка на спражцы», «Могила льва», «Разводзе» и «Затиша». Далее звернемся до театрального життя. Сюня свой юбилей свадкоя знакомитая у першую чаргу театральная актриса, заслуженная артыстка Беларуси Вера Кавалерова. У Республиканский театр юного глядача молодая актриса пришла у 19 гаду, адразу пасля школы. На сцене родного театра Вера Кавалерова сыграла больш ста ролев, аднак николе не обмежувала себе толькі театральными стенами. Былі яшчая талебача, не радуя антрепрызные проекты і агучвання мультфильмов. У тым ліку і любімаї детьми анімаційной стушкі прыгоды реактивного поросяць. У колекція актрисы шарах прэстыжных узнагару тут тым ліку приз Беларускага Саюза театральных дзейчоў і медаль Франциска Скарыны. Яшча адзін юбилей 55 гаду з дня нараджэння адзначае сёння знакамітый оперный спявак, заслужный артыст Беларусі Олег Мельнікаў. Сваю творшую кар'єру ён пачаў у Адэссі у Мясцовым театры оперы і балета, аднак прас 7 гаду вернуўся ў Мінск і прайшоў солістам ў Беларускі театр оперы і балета. Сёння коларытный бас Олега Мельнікаўа гучыць ў большасті беларускіх оперных пастановак, а яго каронныў прыхільнікі лічаць партыю Барысы Гадунова ў аднаэменныў оперы Мусарскага. Апрочу ласныў музычныў кар'єры артыст сам займаўся стварэнням спектаклів. Ён паставіў Яугена Анегіна Чайкоўскага ў Маладзічні і пікавую даму ў Сербской націянальныў оперы. Якрамя таго, Олег Мельнікаў з'являецца старшынём Беларускага таварыства імя Фёдара Шаляпіна. Далі адкрыем літературную старонку. Сёня спаўняюцца 88 гадоў з дня нараджэння бадай самага популярнага ў савецкі часы аутара гістарычных раманов Валянціна Пікуля. Яго кнігі нія редка крыткаваліся за вольны адносіне да гістарычных фактав. Аднах гэта не замінала ўм карыстацца вялікай популярнастю ў читачоў. Больш за ўсё адкрытыка ўдаставалася раману «Нячыстая сіла» пра Рыгора Распутіна. А сам аутар лічыў гэты раман самым удалым ў сваёй творчасті. Сёня несумнёвный заслугай пісьменніка лічаць тое, што ў Валянціна Пікуля отрымалася прытягнуць ўвагу читачоў дегісторыў. Йон написаў каля 30 раманов і аповістяў, ў яких бліскуча злучаў хроніку гістарычных падзей з займальным днамічным сюжетам. А далі мы ізвернімся до темы кіно. Сёня спаўняюцца 93 гады з дня нараджэння любімага глядачамі акцёра – народнага артыста СССР Михаэла Пугаўкіна. Яшчэ хлопчкам ён выявіў незвычайны акцёрскі талінт. Вельмі любіў ўсіпяваць і хвацка выскокваў цыганочку. Усё сваё жыццё Михаэл Пугаўкін прасвятіў кінематографу і прайшоў доўгі шлях адмасовак да галовных роляў. А далі ў праграмме мы знову вертаўмся до сучасных падеў. У ближайшай хвэліны накіруўмся ў Гомельскую в область. Па час відео вандроўкі доведаўмся, што цікава га адбываецца ў культурным житті рэгіона. Гэтай падеў Жихары Жлобіна чакаля амаль тригадым. Пасля капітального рамонту пачаў працаваць адзіны ў горадзі кінотатор Радзіма. Першы кінопакаст тут адбывся ў 1954 годзі, а пошні перад капітальным рамонтом ў 2013. За три годы на реконструкцію выдаткавали боўш за 13,5 мільярдов дадамінаційных рублёв. Три чверці сумы з обласного бюджету. Приклали руку і Жихары города, амаль паўмільярда яны сабрали пачас суботніков. Рамон зрабіў зрадзімы кінотатор, які адказува ўсім сучасным патрабаванням. Утуліныя крэслы і сучасныя абсталявання ў тымліку і 3D-сістэма. Веткавскі пэт Василь Бакаю презентаваў свою нову кнігу «Веточка моя, моя хросна». У Гомельской обласной бібліотеці Ленина на літературным працтавленні прысутнічалі калегі пісьменнікай, блізкі і неабыякавы да паэзію чытачым. Гэта выдаўне ўнікальне тым, што вершы тут аб'ядноваюцца па настрою. Дапрыкладу гэта сум радасть цікаханне. Дарэчы, кніга аб'яднала 5 минулых зборнікаў і каля паўсотні новых паэтышных работ. Усе вершы ўасабляўць бязмежную любов до радзімы, до дятея і мгнені жыцця і пачутці. Рэпродукці карцін сусветно ведомых мастакоў, такіх як Леонардо да Винч, Віктор Васняцоў, Іван Шишкін і Константин Цавицкі працтавілі ў выставачныў зале Гомельскага абласнога центра народной творчасті. Праўда, сюжэты перададзінае не фарбамі, а нітками. Унікальны выставачны праект ў вазі глядачоў працтавіла гамельчанка Валянтина Ігнатенка. Професіў жанчыны творчаў, клятаво декаратор. Вышавка жаўна займаецца каля двох адол. На выставі ўна представіла баўш як сорок роботу техніцы вышавка крыжам, аутарскі пейзажы, портреты і вядомаш репродукціў знакамітых картін. По словах супрацовніка ўстановы, ў пошній час гэта техніка становецца ўсё больш популярна, і падобнае выставы тут ўжо звыклае справа. Аднак работа Валянтина Ігнатенка відаошна адрознювецца адынчых коляра перадачай і настрою. У Гомельскім обласным драматычным театра отбылась ў прэм'єра спектакля «Незамужняя жанчына». Камеды ў двухдзейнах простаў ўядомы російські режісёр Михаіл Мамедаў. Халонна герайня п'есы «Незамужняя жанчына» с характарам, якуўся броўка актыўна спрабоўсасасватаць. Для гэтага прыходзіцца пускацца на неймавернае хітракі, каб прывецць ў дом жаняха, то пад выглядам сантехніка, то страхавога агента. Героў постановки пэрэжуваў на сцене масу неверагодных, часам недарешных, аднак вельмі гумористычных і весёлых сітуацій. Як прызнаўся сам Михаіл Мамедаў, ён режісёры, які прапагандую пэрэважна камендыўныя спектаклі. Бо мінавіта пазітивным настрой, радасть і безумовна кахані ў прагожуюць нашы жыцьо. Напрыканцэй праграмы знову накіруўамся ў фэстывальный віцяпска заутра ў кварталі лялек. Московскі театр «Адлюстравання» працтавіць глядачам спектакль «Ценяў» дзівны цырк Марка Шагала. На белым экрані, як на адшыстым платнеў, знікнуць вопрысы і матывы картін «Серый цырк» талі навітага выходца з Віцяпска працтавніка мастацкага авангарда 20-го стагоцзя Марка Шагала. У режісёра-пастановщыка Барыса Чернышова атрымаўся вельмі прыгожы, напаўненый цудамі спектакль на сапраўный цыркавой мове. Дарэчы, для таго, каб наэкрані ёжылі персанажы картін, для спектакля було зроблено больш сямидзісті лялік. І некаторым із їх, напрыклад, лялькай ў епізодзі «Їмнаст» одночасовы кіруюць три артыста. І гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Калейдаскоп культурных новін можна глядзіць не толькі ў эфіры, але і на ютюб-каналі Беларустры ў інтернэте. Познавайте більш разом з нами, підтрымливайте культуру і заставайтеся на телеканалі Беларустры. Беларустры